Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на маяке в студии Фёдор Вишняков. 29 тысяч за несуществующий алкоголь перевёл таксист своему клиенту. Странная история произошла в Магнитогорске. К стражам предка за помощью обратился 25-летний мужчина. Он пояснил, что работает таксистом и ему позвонил неизвестный, попросил купить и доставить алкоголь. Водитель согласился, подобного рода заявки обычное дело для него. Однако в магазине не оказалось нужного заказчику напитка. Тогда клиент сообщил, что нужная алкогольная продукция имеется в ресторане. Однако деньги за товар необходимо перевезти таксисту. Заказчик пообещал вернуть их при встрече. Однако после перевода 29 тысяч рублей заказчик перестал выходить на связь. Налипого заказчика завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В Магнитогорске начали заливать катки. Работа кипит на площадках подвесных спортивной школе «Умка». Лёд у ровесника откроется к концу недели. 26 и 27 ноября массовые катания будут бесплатными. В целом же в этом сезоне цены менять не стали. Они останутся на уровне прошлого года. Так, час катаний на хоккейной коробке ровесника обойдётся в 80 рублей. Для ребёнка с 7 до 14 лет – в 50 рублей. Залют и стадион «Малышно-Вокзальный». Локомотив на 12 участке. 27 ноября в 11 утра здесь состоится открытие зимнего спортивного сезона среди дворовых команд памяти Глеба Викторовича Лукина. Готовят лёд и на центральном катке, и в эко-парке. Также в этом году в Магнитогорске откроется ещё один огромный каток. Он появится в новом парке «Притяжение». Лёд зальют на месте роллер-парка. Площадь ледового пространства составит более 5000 квадратных метров. Рядом с катком оборудуют прокат, а на самой ледовой площадке установят новогоднюю ёлку. Открытие катка запланировано на 10 декабря. Попасть на личный приём к заместителю прокурора Челябинской области Денису Ситникову могут магнитогорцы. Он ответит на вопросы о нарушениях природоохранного законодательства, а также иного федерального законодательства. Приём граждан пройдёт 25 ноября с 2 до 4 часов по адресу проспект Ленина, 162-1. Необходима предварительная запись по телефону 4151-75 или 4151-54 или 8904-817-7421. На приёме при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Обращение на имя заместителя прокурора Челябинской области. Копии документов по доводам о нарушениях прав. 50-летний работник ММК не позволил мошенникам лишить его денег. Не испугал мужчину даже звонок от якобы сотрудников ФСБ. 50-летнему работнику ММК позвонил неизвестный, который принялся убеждать мужчину, что его паспортными данными завладели преступники, которые могут лишить его накоплений. Далее последовала стандартная история про безопасный счёт. Якобы на него мужчине надо срочно перевести деньги. Звонили, конечно же, мошенники. И даже подключили для убедительности ещё одного персонажа. Липового сотрудника ФСБ. Но 950 тысяч рублей, которые лежали на счёте жителя Магнитогорска, им так и не достались. Металлург был наслышан о таких аферах и на удочку преступников не попался. Он просто отключил телефон, сохранив свой миллион. Девочки-подростки ломают хоккейную коробку в Магнитогорске. Вандализм возмутил местных жителей. Горожане выложили в соцсети видео с девочками-подростками, которые увлечённо выламывают сетку на футбольной коробке. Происходит это в одном из дворов правобережного района. Школьницы так старались порвать сетку, что силы прыгали на ней. Юные вандалы после замечания о соседке ретировались, а повреждённая футбольная коробка осталась. В столице каждый третий зарабатывает свыше 100 тысяч рублей. Индекс регионов опубликовал список регионов Уральского федерального округа в зависимости от зарплат. Лидерами рейтинга по доле высокооплачиваемых специалистов в регионах России, как и в прошлом году, стали Чикотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Челябинская область расположилась на пятой строчке среди регионов Уральского федерального округа и на 40 месте по России. Свыше 100 тысяч рублей зарабатывает всего 3,9%. 18,3% доля работающих зарплаты ниже 20 тысяч рублей в месяц. Самые распространённые зарплаты находятся в диапазоне от 23 до 49 тысяч рублей. Москва находится на пятой строчке. В столице каждый третий зарабатывает свыше 100 тысяч рублей. Самые распространённые зарплаты от 45 до 129 тысяч рублей. Санкт-Петербург на 11 строчке. 16,9% зарабатывают больше 100 тысяч рублей. Самые распространённые зарплаты от 36 до 81 тысяч рублей. Жители Магнитогорска ждут сильные морозы до минус 29 градусов уже в течение недели. По прогнозам синоптиков они задержатся. Вернутся и крупные снегопады, пишет МРНФО. Особенно сильный снегопад ожидается в четверг, 24 ноября. Магнитку может снова замести. Вместе с тем придёт ещё большее потепление. До минус 6 градусов днём и до минус 10 по Цельсию ночью. С пятницы начнётся резкое похолодание. Синоптики обещают до минус 13 по Цельсию днём и до минус 23 градусов ночью. В субботу гласит недельный прогноз. Намечается минус 16 по Цельсию днём и до минус 25 градусов ночью. Воскресенье при минус 16 градусах днём ожидается до минус 29 по Цельсию ночью. Отметим, что утром и вечером на выходных прогнозируют от минус 23 до минус 25 градусов, а понедельник до минус 29 по Цельсию в ранние часы. А сейчас о погоде на сегодня. В Магнитогорске минус 10 градусов. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. На небе небольшая облачность без осадков.